Привет, подписчики канала и все, кто смотрит это видео. На моём столе сегодня в гостях находится Focusrite карточка. Focusrite Scarlett Solo 2-й генерации. На Амазоне немецком она стоит 97 евро. Давайте мы её раскроем и потом посмотрим поближе. Вот она вот так у нас выглядит. Scarlett Solo 2-я генерация. Здесь у нас получается два входа. XLR и вот этот вот джек 6,5 мм. Линейный либо инструментальный. В принципе тут ещё идёт софт. Ableton Live Pro Tools. Коробочка вот так вот у нас выглядит. Здесь собственно сама карта изображена. Её подключение. Даже нарисовано, что куда. В принципе здесь у нас всякие, ну, ключевые моменты, которые она предоставляет. Программное обеспечение от 7 до 10, Mac OS. Вот. И здесь у нас программы, которые с ней могут работать и которые сюда предоставляются вместе с ней. Вот. В принципе давайте потом её распакуем и посмотрим поближе. Вот собственно сама карточка в таком вот. Так вот запакована. Сейчас мы её достанем. Вот. Здесь у нас вот такие вот кабеля положены. И в принципе больше ничего нету. Кроме как предупреждающей инструкции. Вот собственно карточка. Запакована в такой полиэтилен. Мешочек тут от влаги защищающий. И вот у нас USB-шка идёт. Ещё. В принципе что нам ещё надо, да? Вот. USB-шка. Type B, если я не ошибаюсь. Очень классный металл. Красно-чёрный дизайн. Вот это всё вот так вот выглядит у нас. Ну как сказал, да? Вот XLR у нас здесь. Фантомное питание. Уровень. Инструментальный либо линейный. Вот переключатель тоже уровень. Ну тут гитарка нарисована у нас. Общий уровень громкости. Выход на наушники. И прямой мониторинг. Ну плюс ещё индикатор подключения по USB. И вот эти вот ручки должны ещё гореть в плане уровень нормальный. То есть зелёным. Либо уровень, когда за шкалу идут. То есть перебор. Тогда он будет гореть красным. Ну кнопочка фантомного питания 48 вольт. Здесь сзади у нас USB-шка. Как я сказал, правый-левый канал. Для подключения мониторов и колонок. Внизу у нас ножки. С надписью Focusrite резиновые. И в принципе всё по сути дела. Стоит хорошо. Не сдвинуть даже. Итак, сейчас запись ведётся на мой микрофон Rode. На этот микрофон были записаны последние видео на канале Gadgets4U. Собственно, вот он у меня стоит вот здесь вот рядом. Вся запись сейчас ведётся на конденсаторный микрофон от компании Rode. Модель NT1A. Это конденсаторный микрофон, которому нужно фантомное питание 48 вольт. Подключается он по XLR кабелю. Как раз к карточке Focusrite Scarlett Solo. Собственно, сейчас этой записи вы можете послушать, как эта карточка пишет вместе с этим микрофоном. Запись я не буду никак обрабатывать. В принципе, микрофон мне нравится. Звук тёплый, чистый, мягкий. Шумов практически никаких нет. Единственное, что пишет, конечно, сильно мою комнату. Но это смотря, какой уровень вы выставите. Также Rode NT1A считается, можно так сказать, классикой. Таким классическим микрофоном в студиях. То есть очень много актёров, актрис, певиц, певцов писались именно на этот микрофон. Он очень показывает хорошие такие данные. Ну и, в принципе, вы сейчас можете сами всё слышать и можете сами всё сравнить. Передо мной стоит карточка Focusrite. Который мы сейчас подключим вот такой вот простенький микрофон от фирмы T-Bone. Вы его уже видели у нас на канале. Стоит он 40 евро. Такой очень простенький динамический микрофон. Вся запись ведётся теперь с экрана. И я пишу прямо на карточку Focusrite. То есть через карточку Focusrite с динамическим микрофоном. Который, к сожалению, без поп-фильтра. Поэтому прошу меня простить за это. Давайте посмотрим. Для нормальной работы этой карточке нужны драйвера. То есть она работает с ASIO. Вот, собственно, официальный сайт производителя. Здесь вот эта вот карточка. И здесь же можно скачать драйвера. То есть тут где-то внизу было... Сейчас... Идёт рассказ у нас о этой карточке. Какая она крутая. И вот, собственно, ссылочка на скачивание. Здесь у нас Scarlett Solo. Вот. И драйвера у нас, собственно, вот они. Windows Focusrite USB ASIO. И когда вы их установите, перезагрузите компьютер, вы сможете, собственно, выбрать эту карточку. Вот она здесь стоит. И качество записи у нас один либо два канала, 24 бита и 48 тысяч герц. То есть очень такая неплохая карточка за свои деньги. И здесь у нас, конечно, ещё предоставляются юзер-гайды или мануалы. В принципе, по качеству звука всё очень неплохо. То есть шумов собственной карточки почти нету. Если выкрутить гейн побольше, тогда записываются шумы моей комнаты и, собственно, моего компьютера. Что не очень хорошо. Вот, можем посмотреть быстренько инструкцию. В принципе, карточка мне понравилась. То есть такие материалы добротные. Запись тоже, в принципе, хорошая. Ну, для неё, естественно, надо нормальный микрофон. Конденсаторный. Какой-нибудь за, скажем так, около сотни евро с копеечкой. Собственно, фантомное питание у неё также есть. То есть прослушивал я прямой мониторинг с неё. В принципе, работает. Но если у вас, скажем так, гейн слабенько выкручен и монитор, ну, то есть общая громкость слабо выкручена, то немножко так тиховато. А в принципе, всё очень неплохо. Вот такой вот маленький быстренький обзорчик. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы. До скорого.